Хоба! Привет! С вами доктор Влад. У нас 0 градусов. Вчерашний снег весь сошёл. Вот такая погода странная. Я знаете, что хочу вам сказать? Вот Миша сейчас даём таблетки. Ему сразу резко полегчало. Вот если у кого есть собаки, если болятся суставы, вот смотрите, лекарство называется Карпрофен. Ну, в России ещё выпускаются лекарства, которые его содержат. Вот в частности Рикарфа. Тут вот есть и даже растворы для инъекций Рикарфа. Потом ещё таблетки со вкусом мяса Рикарфа. Попробуйте. А само действующее вещество называется Карпрофен. Понятно, да? Хорошо. Едем дальше. Что у меня тут есть? А! Комментарий интересный. Занятно, что многие медийные лица Украины меняют глянцевые костюмы на военную форму и идут защищать свою страну. О знаменитости из России либо строят из себя жертв, расхаживая в перьях и по золоте. Ну, это да. Либо хвалят Путина издалека, находясь в недружественных странах. Это правильно. Совершенно верно. Так, что тут ещё у меня было? А! Это Яха Ньюз я открыл. И вот бывший прокурор Евросовета призывает, значит, выписать глобальный ордер на арест Путина. Вот интересно. Ну, хорошо бы. Но оно пока призывает. Смотрел я вчера немножко Шендеровича. Ой, как много болтает. Но у него интересная мысль проскочила. Вот помните, я вам рассказывал уже несколько дней, что пара вертолётов, значит, разбомбила там какую-то, значит, базу в России. Ну, нефтяную базу, да. Так вот, Шендерович совершенно уверен, что это сделал Зеленский. Он спецом послал боевые вертолёты для того, чтобы укрепить свою позицию на переговорах, значит, с Россией. Интересно. Его спрашивают тут корреспондентом. Может быть, это специально, это какая-то провокация? Он говорит, провокация-то для чего? Ну, в общем-то, неясно. Ну, вот он совершенно уверен, что там вот это, это в Белгороде было, да, что это украинские вертолёты пролетели, минуя всех вот защитных этих каких-то ПВО российских. Это интересная мысль. Шендерович – мужик умный. Так, плавно переходим от умных к дуракам. Песков объяснил решение платить за газ рублями. Вот смотрите объяснение. Вы стоите, присядьте. Песков двоеточие. Оплата газа в рублях необходима, чтобы у России не отобрали доллары и евро. Бжжжж. Вам всё понятно? Ну, и мне тоже ничего не понятно. Так, едем дальше. Российская обсерватория. Это всё новости уже пошли. Обсерватория «Спектр РГ» из-за санкций изменила режим наблюдений. Ну, теперь, наверное, за россиянами, наверное, наблюдает. Не знаю. Комическая обсерватория какая-то российская. Да в России всё комическое. Зеленский обратился к США фразой. Просто дайте нам ракеты. Кстати, Шандорович Зеленского хвалит, конечно. Это лидер, новый лидер свободного мира. Ладно, вот теперь тоже. Давайте нам ракеты и советские военные самолёты. Тяжёлое вооружение. Так, Литва отказалась от российского газа. Глава Минэнерго страны заявил, что Литва первая в Евросоюзе среди поставщиков «Газпрома» приняла такое решение. Газотранспортная система работает без импорта российского газа с апреля. Без газа можно, оказывается, без газа. Интересно. Так, что ещё? Зрители ABC News обвинили Байдена в кризисе в США. Зрители, расходитесь, не будет кино. Тоже мне обвинители какие-то. В России стало негде хранить непроданную нефть. А вот так. Возникают проблемы. Негде. Ну, будут ямы копать какие-то, наверное. Так. В Торонто Стар заявили о неспособности Канады обнаруживать ракеты из России. Так. Ну, да вы заранее бомбаните, чтобы не было ракет. Так. А вот что-то с Фейсбука интересно нарисовано. Ну, не нарисована. Картинка профессор Преображенский. И вот якобы он говорит. «Купил колбасу. Состав. Соя, красители, эмульгаторы. Читаю состав мыла. Мёд, лактоза, масло из лепестков роз. Вывод. Лучше есть мыло». Да правильно, конечно. Кремль заявил о нежелании Украины проводить переговоры в Белоруссии. Так это и Украина заявляла, ещё они поедут к этому дебилу головому. Так, что ещё? Модный дом. Шанель объяснил, что отказ в продаже их продукции россиянам связан с санкциями. Всё, больше не будет, Шанель. Номер пять, номер шесть, номер восемь. Обойдётесь. Захарова. Захарова прокомментировал авиаудар по нефтебазе в Белгороде. Бух-бух-бух-бух-бух-бах! Так она комментировала. Хорошо. Антигуа и Барбуда выразила готовность арестовать яхты Абрамовича. А вот он не учёл, что могут они арестовать Антигуа и Барбуда. Я даже примерно не знаю, где это, в каком месте земного шара. Ну, вот они арестуют и всё. Так. В Москве выведут из работы более пяти тысяч ковидных коек. Как это? В армию Петров выйти из строя. Бах-бах-бах! Что с ним? Упал. Вышел из строя. Ну, в Москве тоже. А потом опять введут. Так, в России резко рухнули продажи смартфонов из-за подорожания на 30-50%. Обойдётесь. Будете так набирать. Ещё смартфоны. Так, россиянин. О, ребята, это что-то новенькое. Россиянин выпал с балкона на концерте Сергея Трофимова и погиб. Вот прикиньте, а? С балкона. Причём он упал на женщину. И женщина лежит в больнице. Тяжёлое состояние. Я вообще старался всегда вот под балконом билеты не брать. Потому что, ну, если там... Если мужик не упадёт, сверху какой-то стакан или бутылка упадёт обязательно. Под балконом не садитесь. Ну, представляете? Это в Московском театре российской армии. Какой-то Сергей Трофимов. Я его вообще в упоре не знаю. Так, в Лондоне проходит акция протеста против роста цен на электроэнергию и газ. Это сообщает Russia Today. Но они же организовали. Так, это что? Тысячи беженцев с Украины штурмуют границы США со стороны Мексики. Ни фига себе, а как они туда попали? Организовали лагеря в городе Мексики Тихуана. В Тихуане, да. Рано это. Глава Росатома Лихачёв заявил, что не видит проблем в переходе к расчётам в рублях. Чё, и атомы будут тоже за рубли гнать? Угу. Хорошо. Что тут ещё? Вот, твиттер потихонечку. Буча, ребята. Сегодня про Бучу очень много. Буча – это полный песец. Военное преступление без сроков давности. Все пропагандисты, соучастники. И будьте прокляты, тут недостаточно, недостаточно, да. Надо наказывать по полной. Так, и вот здесь, значит, кто-то спрашивает, а правда, что ли, надо расследование проводить? И я тут на ЯХО дал ссылку, да, на главной… То есть, я на твиттере дал ссылку на ЯХО. На главной странице ЯХО вчера было, да. Около трёхсот человек было, значит, убито и закопано в массовой могиле, в общей могиле в Буче. В Буче, представляете? До трёхсот человек, там, 290, что ли, вчера насчитали. Причём мужчины, женщины, дети, они, значит, у них руки сзади связаны, вот, а убиты, значит, пистолетом в голову, представляете? Это вообще какой-то кошмар. Это сребреница новая, да. Так, кошмар, просто кошмар. Так, что ещё? Вот опять всё то же самое. Восвобождённые от расистов Буче много убитых мирных граждан, особенно мужчин, связаны руки, выстрел в голову. Русские нацисты убивают украинцев на украинской земле просто за то, что они украинцы. Это чистый нацизм. Нацизм. Да. Всё раз. В Буче расистику оккупанты убили всё мужское население в возрасте от 16 до 60 лет. Это передаёт журналист Дмитрий Комаров. Да, вот у него ролик. Вот они едут, значит, уже украинские войска по Буче, и тут вокруг, вот, вдоль дороги, трупы, трупы. Вы представляете, что это? И вот здесь вот роличек крутится. Обычные прохожие в Москве. Просто случайно прохожих спрашивают. Так, Украина – это их слова. Украина – вторичное государство. Украину нужно снести, а потом нужно снести Польшу. В России уже можно снимать продолжение фильма «Обыкновенный фашизм». Я помню, когда я посмотрел ещё, не знаю, в школе, по-моему, я учился. Это ужас. У меня прямо такое впечатление было страшное. Да, в Украине можно снимать продолжение. «Мы стали нацистским обществом». Да, россияне, да. Так, это что ещё? Сейчас в освобождённых от российско-фашистских войск, городах и сёлах Украины находят трупы сотен убитых украинских гражданских мужчин в возрасте 16 и старше. Многие из них со связанными руками. Масштаб зверств оккупантов впечатляет. Нет, это реально геноцид украинского народа. Да. ФСБ обгадилась с Навальным, армия обгадилась с Украиной, чтобы миф о сверхдержаве окончательно разрушился. Чтобы миф о сверхдержаве окончательно разрушился. Осталось только, чтобы Путина в метро бабка пакетом отлупила. Только, да, для полного счастья. Источники в Беларуси подтверждают, что путинская солдатня организовала на белорусской территории рынок, где продаёт награбленные в Украине путём мародёрства предметы быта. Много из награбленного отправляют родственникам в Российскую Федерацию. Русский мир, как он есть. Позор на всю вселенную. Это да. И опять вот. Вот так ролик здесь крутится. Вот так выглядит украинская буча и жилые кварталы после отхода российской армии. Заминированы даже детские площадки, чтобы дети взорвались. Да, если смогут вернуться в город. Так. Ген-директор Яндекса Бунина и исполнительный директор Газпромбанка Доставалов ушли с постов в знак протеста против путинской войны. Респект. Респект тем, кто сохраняет человеческий облик. Так. Здесь вот комментарии. А за что их уважать-то? Они просто поняли, что могут попасть в санкционные списки, как пособники. И от страха свалили. Может и так, а может и нет. Ну, вот главное, что ушли. Ушли. Так. Пошли видео с освобожденных территорий, с фиксацией российских художеств. Как бы нового, но до конца не хотелось верить. Это же, блин, регулярная армия делала. Элита, ВДВ, всё такое. Грабежи, изнасилования, убийства. Европке надо хорошо посмотреть, с кем имеет дело. Да. А, вот это интересно. Сегодня на въезде в Одессу военный у нас проверил паспорта, а потом спросил, куда идёт русский военный корабль. Ну, мы, говорит, ответили, да. Раньше спрашивали, поляница. Вот сейчас вот так спрашивают. Очень просто. Так. Спецоперация отличается от войны тем, что отказ воевать в этой фигне. По закону не является дезертирством. Это важно для призываемых. Отказывайтесь. Это не наказуемо. Да, может быть, да. А вот ещё раз. Бывший прокурор по военным преступлениям, обвинитель Милошевича Карла Дель Понта, я вот про него говорил, прямо назвала путинским военным преступником и призвала Гавцкий трибунал выдать ордер на арест Путина. Да, вот это интересно. Комментарий. Вот это я понимаю. Движуха началась. Мне кажется, пора, как на Диком Западе, вознаграждение давать. Поймали Симонян, притащил в мешке на границу ЕС, получил пару золотых Песу. Ну, или Володина за ногу, привязанного к лошади, притащил. Да, хорошо бы, да. Сегодня поговорил с пассажиром о войне в Украине. Это таксист какой-то пишет. И через 15 минут позвонил диспетчер и сообщил, что на меня поступила жалоба от клиента о том, что я поддерживаю нацистов в Украине и необходимо принять срочные меры. 37-й год. Так, это что? Ну вот, ещё раз. Гендиректор российского Яндекса Елена Бунина покинула свою должность. Она высказалась против спецоперации в Украине и сообщила, что уехала из России и не собирается возвращаться. Гендиректор российского Яндекса, да. 9 мая путинские мародёры понесут по Красной площади ковры и стиральные машины. В Харькове роддом был вынужден переехать под землю. Бомбардировка города продолжается. Медсёстры работают в коридорах, используя свет мобильных телефонов, чтобы читать. В соседних помещениях недоноженные дети находятся в реанимации. Ужас. Ужас, да. Вместе с тем никого не удивляющая информация. Одной из главных военных, в кавычках, целей России в Украине стали зернохранилища. Русские разбомбили уже шесть крупных зернохранилищ. Они мечтают повторить голодомор. В деревности вместе с великими полководцами хоронили их лошадей. А что это я вдруг вспомнил? Ах, да. Лавров. Табак тоже. Захарова туда же. В пачке серой бумаги, пришедшей на замену белой светокопии, при декларируемых пятистах листах мы не поленились и насчитали только 469 листов. Уже был путинский килограмм, путинская пол-литра, теперь путинская пачка бумаги. Проверенная информация. К Соловьёву по его просьбе приставлена охрана от ФСБ. Обгадился джедай. Написал руководству, что опасается мести нацистов за публично и жёстко выражаемую патриотическую позицию. Комментарии. Думаю, его ещё будут бить по морде. И не один раз. А вот тоже, смотрите, какой момент. По политическим причинам мы вынуждены прервать трансляцию. На канале Матч-3 показывали игру Боруссия-Лейпциг. Ну, то ли болельщики что-то там зарядили против войны, то ли сами клубы такое сделали. И несчастный филиал Матч-ТВ был вынужден рубить трансляцию на 12-й минуте. Стыдобушка. Да, интересно. Сброд, варьё, одетые как бомжи, крадущие удочки, велосипеды, ковры, кофеварки, снимающие с трупов мирных жителей цепочки и кольца. Это армия России. И дальше вот комментарии. Оставляющие после себя свинства, горы, мусора и разрушения точь-в-точь, как в тех родных дырах, в которых их набрали. Костомель. Окупанты за месяц успели обворовать окрестные дома, но не смогли похоронить своих убитых. В этой войне РФ потерял не только технику и пушечное мясо, но и человеческое лицо. Вряд ли у кого-то сегодня повернётся язык назвать этих прямоходящих расистских существ людьми. Да, ребята. Вот такой сегодня день. К сожалению, ещё ничего не закончилось. Российские орки готовятся нанести удар на востоке и юге Украины. Даже планируют взять в кольцо и устроить котёл ВСУ в восточной части. Зеленские и командование знают об этом и готовятся. Лишь бы Запад помог оружием, а не сочувствием. Оружием, а не сочувствием. Да, согласен. Фото и видео из освобождённых Украиной городов и деревень даже страшнее, чем видосы самой войны, ракетных или авиаударов. Кажется, всем в какой-то момент даже телезрителям предстоит узнать об этой войне больше, чем вывозит психика среднего человека. Да, больше, чем психика выносит. Всем, кто удивляется тому, что Красный Крест сотрудничает с Путиным и играет на его стране, напомню одну цитату времён Второй мировой войны из отчёта Красного Креста. Двоеточие. Первое впечатление о Дахау скорее благоприятное. Ещё вопросы? Дахау, да, это концлагерь. Афганистан, Кабул. Талибан не будет устанавливать дипотношения с Россией, так как не желает портить свой имидж связью с террористическими режимами. Прикиньте, Талибан не хочет портить свой имидж, связываясь с террористическими режимами. Ужас. Исполнительный директор Газпромбанка, того, через который Москва предлагает ЕС оплачивать газ рублями, Руслан Доставалов уволился, написав руководству «Совесть не позволяет мне продолжать работать на Газпромбанк из-за войны, которую Россия начала против Украины». Нифига себе. Это даже не фашисты, это низшая раса каких-то упырей, ублюдков, олигофренов с девиантным и маниакальным поведением. Это бесчувственная и бессердечная масса убийц, мародёров, воров, насильников. Впечатление, что их искусственным путём вывели в кремлёвских подбалах. Нифига себе. И последнее. Вот девчонка пишет, какая-то молодая. «После каждого видео, где простые россияне с улицы говорят, как ненавидят украинцев, мне хочется лечь на пол и выть». Так, ребята. Ну всё, на данный час. Пока. С вами доктор Влад. «После каждого греатра» «Бузига себе». Субтитры просмотр. «После каждого греатра»